В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Новоселье спустя десятилетия 157 обманутых дольщиков получили ключи от квартир. Жизнь после пожара, а глава Самары встретился с погорельцами дома на Масленниково. И днем, и ночью. В Самаре полным ходом идет реконструкция московского шоссе. В памяти великого врача и человека сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Середавина, возглавлявшего областную клиническую больницу, которая теперь носит его имя. У региона появится новый прокурор. Губернская дума согласовала кандидатуру Константина Букреева. Ни денег, ни квадратных метров и весьма туманные перспективы. Так, обманутые дольщики сразу шести, так и непостроенных домов в Самаре жили больше десяти лет. Надежда все-таки переехать в новую квартиру появилась четыре года назад, когда на улице Печорской областные власти стали возводить современные дома специально для обманутых дольщиков. И вот еще один дом сдан. Почти три сотни дольщиков получили ключи, которые за это время для них стали буквально золотыми. Светлая, добротно сделана, с удобной планировкой. Квартира хорошая. Вот только ждать пришлось ее целых 13 лет, делится Сергей Егоров. За однушку застройщику заплатили в 2003 году. Через два года стало понятно, квартиры не будет и денег никто не вернет. Достраивать дом мошенники не собирались. Стройка замерла на этапе фундамента. Обманутые дольщики ходили на собрания, пытались отстаивать свои права. Кардинальные перемены произошли четыре года назад. Проблему решили областные власти. Сейчас, конечно, настроение улучшилось, что оно построилось, что можно сделать ремонт и можно начать жить. Ключи от столь долгожданных квартир получает 258 самарцев, которые из обманутых дольщиков наконец перешли в статус новоселов. Этот дом на улице Печорской построили на средства областного бюджета. Новый застройщик возводил высотки ударными темпами. При этом на качество жилья нареканий нет. Все в соответствии со всеми стандартами. Этот дом не единственный. Здесь образовался целый комплекс. Первое здание из четырех секций было сдано в эксплуатацию еще в 2014 году. И здесь уже живут люди. Еще одну секцию планируют завершить к концу этого года. Таким образом, эта застройка решит проблемы почти тысячи обманутых дольщиков. Квартиры строили практически по персональным заказам, чтобы по площади они соответствовали тем, за которые люди когда-то заплатили деньги. Проект здесь не типовой. Так здесь министерство строительства проектировал под конкретных дольщиков. Я думаю, будет благодарность от людей в адрес правительства, потому что это момент такой очень многосрочный, волнующий и счастливый для всех, кому раздадут ключи в этом доме. В этих домах будут жить дольщики нескольких проблемных объектов. В Самарской области ситуация действительно стала меняться буквально на глазах. Обманутые дольщики из так называемого первичного реестра. Все должны получить жилье в этом году. Все, что делается правительством, конечно, нацелено на то, чтобы решить эту проблему. И граждане, которые пострадали от недобросоветных застройщиков, получили свои жилые помещения. Сейчас мы опять начинаем эту работу с инвесторами-застройщиками. Городом сформированы комиссационные земельные участки, перечень их предоставленных. Работа эта будет продолжена. Мы нацелены на результат решить эту проблему. В регионе еще остается 12 проблемных объектов, вопрос по достройке которых не решен. Будущих покупателей строящегося жилья предупреждают, не нужно терять бдительность и гнаться за подозрительно дешевыми квартирами. Разузнать все о застройщике и будущем доме можно в областном министерстве строительства, где всегда проконсультируют по перспективам каждой новостройки. По темпам строительства нового жилья Самарская область в лидерах Приволжского федерального округа. Вопрос обеспечения комфортным жильем всех жителей страны обсуждался и в Кремле на заседании Госсовета, посвященном развитию строительного комплекса. По словам главы региона Николая Меркушкина, в Самарской области есть реальные возможности решить эту задачу в ближайшие 5-7 лет. Марина Кравцова, Константин Головин, События. Больше 9 миллионов рублей направят на ремонт сгоревшего дома номер 19 по проспекту Масленниково. Напомню, сильный пожар вспыхнул поздно вечером 4 июля. Большинство жителей смогли покинуть квартиры сами, но многие не могут вернуться в них до сих пор. Чтобы ответить на вопросы на встречу с жителями, приехал глава города Олег Фурсов. Когда начнется ремонт, узнала Лариса Шалафаст. После сильного пожара крыша дома разрушена полностью и больше напоминает решето. Здесь зияют огромные дыры, через них можно рассмотреть во всех деталях неба. А в подъезде дома до сих пор стоит стойкий запах гарри. Огонь уничтожил не только крышу, повреждена и отопительная система. Из-за нарушенной вентиляции в доме отключен газ, нет и электричества. Потолки в квартирах на верхних этажах продолжают протекать. Обвисла плита на откосе у окна, то гляди, рухнет на голову мне. Вода продолжает течь по потолку и там, где оторвано. В другой комнате та же самая история. Все течет. Сколько дождей, столько у нас в квартире воды. В квартирах очень плохо. Я не живу, но я ходила туда. Все пролито и в подъездах, в подъезд насквозь пролито. Это самый грибок начинает оживать. К ремонту крыши приступят в ближайшее время. Специальная комиссия при городской администрации признала произошедший пожар чрезвычайной ситуацией. Средства на восстановление кровли направят из специального резервного фонда. Мы приняли решение выделить деньги из резервного фонда. Это где-то 9 миллионов 300 тысяч рублей. Для того, чтобы ремонтные работы начать без конкурсных процедур, закон нам это позволяет. Постараемся, чтобы в четверг, в пятницу к вам уже здесь вышли строители. На время работ жителям окажут социальную помощь, предоставят помещение для временного размещения. Так как жители есть и с детьми, и приостарелы, поэтому каждый человек, который обратился сегодня с проблемами по помещению детей, мы сегодня определили, может быть, какие-то семьи вместе с детьми поместить в наше социальное учреждение. Это социальная гостиница. Другой вариант поместить в нагивной стационар, потому что есть и больные люди. К решению вопроса подключилось и региональное министерство ЖКХ. Адрес Масленникова, 19, запланирован в программе капитального ремонта на 2017 год. Ранее на общем собрании жители выбрали вид работы «Ремонт крыши». Сейчас им нужно провести собрание еще раз, чтобы выбрать другой вид работ. Поскольку кровлю вам сделают в этом году по срокам, коллеги подредактируют меня, когда это будет сделано, В этом году будет при наличии набора документов, которые я вам скажу, то есть вы опять проводите общее собрание жильцов. Если нужно, мы туда приедем. Где решаете в рамках капитального ремонта 2017 года провести ремонт фасада. По предварительным оценкам специалистов, восстановление крыши дома займет не меньше месяца. Выгорело больше 1200 квадратных метров. Теперь здесь нужно восстановить стропильную систему, обрешетку и покрытие, а также отремонтировать систему отопления. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. После встречи с жителями 19-го дома по проспекту Масленникова, глава города пообщался с инициативными жителями соседнего дома. Ранее люди обращались с просьбой установить здесь новую современную детскую площадку. Но, как выяснилось позже, мнения разделились. Часть жителей выступает за, часть против. Сейчас люди должны на общем собрании принять решение. Если детская площадка все-таки нужна, то ответственность за содержание территории им придется взять на себя. Так как прошедшие субботники показали активность жителей в этом дворе низкая. Нужно общественность как-то поднимать. Здесь и дети играют, да. Надо как-то разъяснять через старших домов, через объявления, быть может, о том, что необходимо приводить в порядок собственными силами тоже территорию. Мы не можем все делать вот только за счет средств бюджета. Город огромный, мы это не потянем. Поэтому обязательно инициативу нужно пробуждать у людей. Почти половина тоннеля на развязке проспекта Кирова и Московского шоссе готова. На этой неделе строители приступают к бетонированию третьей секции. Работы идут по графику, не останавливаются даже ночью. После реконструкции Московское шоссе будет не узнать. Оно станет шире, появятся велодорожки, полосы для общественного транспорта и две многоуровневые развязки. Со стройплощадки репортаж Валерия Макаровой. Восемь месяцев назад на этом месте стоял штурмовик Ил-2. Сейчас здесь круглые сутки работают несколько десятков людей из строительной техники. Врисовываются очертания многоуровневой дорожной развязки. Сейчас основные усилия брошены на подготовку к бетонированию вот этой следующей секции тоннеля. Она запланирована с четверга на пятницу. На бетонирование одной только плиты фундамента уйдет 1200 кубов бетона. Основные работы по строительству тоннеля и северной рампы строители обещают закончить к осени. В будущем эта современная двухуровневая развязка сможет пропускать 50 тысяч машин в сутки. Но это в 2017 году, а пока прорабатывается новая схема движения транспорта, чтобы строители могли приступить к следующему этапу работ. Сейчас мы разрабатываем схему для того, чтобы начать копать южную рампу, то есть северную раскопали, южную, то есть въезд в тоннель. Сейчас эта схема прорабатывается, обсуждается со всеми органами, согласовывается. Сейчас объект готов почти на 25 процентов. К августу эта цифра увеличится до 40. Ход работ на контроль у губернатора Николая Меркушкина. В свой визит сюда он отметил. Последние годы ситуация с дорогами в Самаре начала постепенно меняться в лучшую сторону. Мы сейчас работаем только с теми подрядными организациями, которые имеют допуск в СРО, применяют только современные технологии, работают на новом оборудовании. Валерий Макарал, Константин Головин, События. У Самарской области будет новый прокурор. Генеральный прокурор России Юрий Чайко предложил на согласование должность Константина Букреева. Сейчас он возглавляет управление Генпрокуратурой Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Накануне рабочую встречу с кандидатом провел губернатор Николай Меркушкин. Обсудили ситуацию в регионе и вопросы дальнейшего сотрудничества с правительством. Сегодня Константина Букреева представили депутатом регионального парламента из Губернской Думы. Лариса Шалафаст. За кандидатуру нового прокурора депутаты Губернской Думы проголосовали единогласно. Константин Букреев, государственный советник второго класса в органах прокурорской службы, работает с 2000 года. Важно сказать, что сейчас прошел только первый этап назначения. Дальше следует процедура согласования. Константин Букреев сейчас поделился с журналистами основными планами работы в Самарской области. В случае назначения упором будет сделана борьба с коррупцией. Это вопросы эффективности, законности расходования бюджетных средств. Также это координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Профилактики преступлений, в том числе совершенных в общественных местах. Это вопросы безопасности граждан в регионе. Работу наших коллег в Самарской области я хорошо знаю. Значит, прокуратура достаточно сильная. Значит, обстановка непростая, в общем-то, как и везде. Есть проблемы, есть и результаты, есть и, так скажем, резервы серьезные. О чем вот сейчас и сказал Константин Николаевич. Это обычная ротация, это не какая-то, так скажем, экстренная замена. Ни один закон не принимается без заключения, без проработки его с прокуратурой области. И у нас, более того, выстроились конструктивные отношения в части, непосредственно участия прокуратуры Самарской области в законотворческом процессе. Скажем, вот за последние, скажем, три года у нас порядка 13 законодательных инициатив были напрямую направлены к нам от прокуратуры области. Думаю, что эти все конструктивные отношения, они, безусловно, будут продолжены. Напомню, действующий прокурор Самарской области Мурат Кабалоев сейчас находится в отпуске до 9 августа. Точная дата назначения нового прокурора пока неизвестна. Процесс пошел. В Самаре сегодня зарегистрировались первые кандидаты в депутаты в Госдуму. Регистрация продлится до 4 августа. В это же время состоялась передача открепительных удостоверений от типографии избиркому Самарской области. Они напечатаны в ограниченном количестве – 45 тысяч. На них нанесена специальная сетка, которая надежно защищает удостоверение от подделки. Сначала удостоверения отправляются в окружные комиссии, затем в территориальные. А с 7 до 17 сентября открепительное удостоверение можно будет получить в участковой избирательной комиссии. Напомним, в этом году не действует институт досрочного голосования, потому, если избиратель не сможет 18 сентября прийти на свой участок, он может воспользоваться открепительным удостоверением. Он вправе прийти в соответствующую комиссию, взять открепительное, написав при этом заявление с указанием причины, и получить открепительное, воспользовавшись им на той территории, где он будет находиться 18 сентября, соответственно, согласно своему активному избирательному праву. Человек-легенда, человек-подвижник. Все это о Владимире Середавине, почетном главном враче Самарской областной клинической больницы. Под его руководством медучреждение стало многопрофильным и получило широкую известность по всей стране. 26 июля ему исполнилось бы 80 возложить цветы в сквер Владимира Диамидовича смог и наш корреспондент Андрей Горгуленко. Сквер Владимира Середавина перед Самарской областной клинической больницей называется так не случайно. Владимир Диамидович в 1984 году сам сажал деревья, которые сейчас украшают территорию больницы. Здесь все связано с ним. Главный врач с 1975 года. Он лично курировал строительство новых корпусов, закупал оборудование и создавал коллектив единомышленников. Его помнят и, наверное, будут помнить очень долгие годы. Потому что собрав великолепнейший профессиональный коллектив и то, что достигло больницы за эти годы, это, в общем-то, конечно, та заслуга, которую сделал фактически Владимир Диамидович Середавин. 26 июля ему исполнилось бы 80 лет. Работники Самарской областной клинической больницы возложили цветы к бюсту почетного врача. Признаются, о своем наставнике помнят постоянно. Действительно, светлая память о Владимир Диамидовиче, она всегда будет в наших сердцах. Он очень переживал за судьбу нашей больницы, за каждого больного. То есть это, конечно, человек с большой буквы. Приветственные слова передал и губернатор Николай Меркушкин. Он поблагодарил сотрудников больницы за ответственный труд, внимание каждому пациенту и за достойное продолжение традиций, заложенных Владимиром Диамидовичем. Для врачей и посетителей областной больницы он стал настолько родным человеком, что никто не обращался к нему по имени и отчеству. А звали просто Батя, а затем Дед. Он гордился этим. Владимир Середавин был настоящим профессионалом и даже свой последний день встретил на рабочем месте. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре открыли бесплатный маршрут. Автобус номер 70А во время реконструкции московского шоссе будет ходить от Приволжского микрорайона до остановки 14 микрорайон. Основной маршрут номер 70 временно будет работать по укороченной схеме. От остановки Дома молодежи до остановки 14 микрорайон. АвтоВАЗ представил электромобиль на базе «Лада Веста». Первыми машины увидели участники фестиваля авторской песни в Ленинградской области. Электрокар обладает мощностью 60 кВт, может развить скорость до 140 км в час. Заряда батарей хватает примерно на 170 км в городском режиме. Жители Самарской области смогут оформить таможенную декларацию через интернет. Пассажиры смогут зарегистрировать товары к обязательному письменному декларированию. На специальном электронном ресурсе в личном кабинете или через программные средства таможенного представителя. Список предметов, обязательных к таможенному декларированию, можно уточнить на сайте таможни. В эксперименте участвуют три таможенных поста в Самаре, Казани и Нижнем Новгороде. Карту космического мусора готовят самарские ученые. С помощью спецоборудования можно будет измерить количество и размеры мусорных объектов на орбите Земли, составить схему их движения. Это поможет избежать столкновений спутников с космическими объектами, повысит эффективность работы космических аппаратов. Сейчас на орбите Земли почти 16 тысяч крупных мусорных объектов и сотни миллионов мелких частиц. В Небе над Самарой повисла дымка от пожаров в Сибири и за Уралом. Сейчас в регионе дует ветер с северо-востока. Он и принес смог с восточной части России. Похожая картина в Оренбургской и Московской областях. Синоптики отмечают, что дымка рассеется, как только ветер сменит направление. Верно служить Родине и ее народу в уголовной исполнительной системе региона – пополнение. Присягу приняли более 20 бывших курсантов Самарского юридического института в СИН России. Все без исключения прошли строгий отбор. Впереди у новоиспеченных офицеров распределение о сегодня на лицах волнения, а в душе гордость. А тем, кто уже показал себя с хорошей стороны за долгие годы службы, в торжественной обстановке вручили памятные знаки Куйбышев-запасная столица. В Самаре как минимум 5 автолюбителей в день игнорируют правила перевозки детей. Тем временем в результате ДТП с начала года на улицах города погибло 2 ребенка, больше 60 получили различные травмы. Напомнить водителям о правилах, если в машине маленькие пассажиры, вышли инспекторы ДПС. За перевозку детей без специального удерживающего устройства предусмотрен штраф в 3000 рублей. Такие рейды госавтоинспекция проводит два раза в неделю. Статистика ДТП с участием детей подтверждает профилактика прежде всего. За 6 месяцев текущего года на территории города Самар зарегистрировано 63 ДТП с участием детей, где двое погибло и 66 получили ранения. Самые аварийные районы, получается, у нас Кировский, Промышленный, Советский. За балконы ответят. Сейчас в администрации города готовится постановление главы, которые назначат ответственных за балконные конструкции и козырьки. Раньше возникали споры, кто же должен их обслуживать, управляющие компании или собственники жилья. Новое постановление должно внести ясность в ситуацию. В большинстве случаев это будет коллективная ответственность. Кроме того, специалисты районных администраций уже составили список всех балконов, где есть разрушения. Сейчас совместно с жителями решается вопрос их ремонта. Я попрошу организовать работу там, где проходят сейчас в управляющей компании, жители проводят собрания. Все-таки учитывать эти конструкции при проведении непосредственно текущего ремонта. Где-то есть нарушения по балконным плитам, где-то есть нарушения по плитам, которые на входах в подъезды. Еще один гол забит. Очередной полутораметровый футбольный мяч появился в Самаре. Предприятие специальным строй «Зеленхоз» продолжает украшать город, поддерживая спортивную тематику предстоящего чемпионата мира по футболу. Красно-белый гигант установлен в парке «Дружба» и вполне вписался в общую концепцию фестиваля цветов, который пройдет в Самаре уже в эти выходные. Варианна Мирная проверила, как идет подготовка к фестивалю. Вес полтонны, диаметр полтора метра. Теперь и в парке «Дружба» появился настоящий футбольный мяч. Он расположен слева от центральной аллеи и будет с радостью встречать гостей фестиваля цветов. Он уже пятый в городе. Такие же спортивные символы есть на улице Победы, возле стадиона «Чайка», на площади металлургов о пересечении Тухачевского и Гагарина. И это не просто одинокий мяч, а целые-то пиарные скульптуры. В ближайшую субботу в Самаре пройдет традиционный фестиваль цветов. И сотрудники спецаремстрой-зеленхоза трудятся над созданием цветочных шедевров, не покладая рук. Это по периметру идут, потом выше. Это нижний первый ряд идет, он на низкие, а потом идет выше, 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 чтобы был ровный рисунок. Это просто по периметру без цветов сажается, чтобы не было волн, чтобы рисунок был ровный. Такое преображение парка привлекает внимание жителей. Красота неописуемая, говорят самарцы. Это радует глаз. Сюда приезжают в парк к нам не только. Мы ходим гулять, которые рядом здесь живем, но и из других районов приходят, смотрят. Тоже всем нравится. Тагетисы, Петуньи, Катарантусы, Сальвии и Колиусы. Больше 10 тысяч цветов зацветут в парке «Дружба» уже к 30 июля. Цветущая красота продержится до первых заморозков. Используем просто ландшафтные композиции и используем, раз у нас название «Цветы Самары», мы сделали возвышенные, будут у нас возвышенные цветы из бегонии. Футбольные мячи, которые украшают город, в отличие от цветов, многолетние на время зимы будут убирать на склад, а весной снова выставлять на отведенные места. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Далее новости спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». В акватории Волги напротив Самары прошла традиционная всероссийская парусная регата памяти Владимира Высоцкого. Дистанция 2,5 морские мили, это порядка 4 километров. Поворотные бои выставили напротив спусков лейтенанта Шмидта и Ульяновского. От старта до финиша всего один круг, каждая, даже самая незначительная ошибка решала исход регаты. Ведь гонит лодку вперед не винт мотора, а ветер в парусах. Большой парус, его называют спиннакер, значительно увеличивает скорость яхты по ветру. На регате Высоцкого она достигала 14 километров в час. Прошлогодний победитель экипаж мечты и на этот раз решил забрать себе переходящий кубок. Седьмой сезон участвуем в наших регатах местных, выходили еще в Тольятти бывало. Экипаж у нас в основном из бывших спортсменов. Ребята занимались все парусным спортом, профессионально. Многие у нас мастера спорта и кандидаты мастера спорта. По быстроходным качествам у нас не самая быстрая яхта, но тем и важнее победа. Через стартовые ворота прошло 25 экипажей из Самары, Тольятти и Сызрани. Лодки поделили на 7 классов в зависимости от размера яхты и площади парусов. Основная борьба за главный трофей Кубок Высоцкого развернулась в самом большом классе парусных судов. Мечтой ракеты «С» и «Сани» «Солнечный». Мечта к заветному призу шла к кратчайшим курсам. Ракеты «Сани» попытались победить за счет быстроходности. Всю регату «Мечта» шла вторым номером и только финишер оставил всех по своим местам. Я восхищаюсь спокойствием капитана яхты «Мечта», которая победила, который шел не первый, но он как будто бы знал, что все-таки в конце при огибании второго, последнего знака, перед финишной прямой, он как будто бы знал, что они все равно их обгонят, перегонят и будут идти впереди. Вот это было очень так, ну, по-спортивному красиво. В регате приняли участие бывшие профессионалы парусного спорта. Они в свое время прошли школы чемпионатов СССР и мира. Здесь самой резвой лодкой оказался Блик. Парусный спорт – это сложный технический вид спорта. Здесь не только необходимы силовые моменты у спортсменов, но еще и тактические навыки. То есть это знание дистанции, чувство ветра, чувство лодки. Это командный, во-первых, вид спорта. Здесь на капитане лежит вся ответственность и за экипаж, и за принятие решений, в итоге, куда лодка идет, в каком направлении. Три самые быстрые яхты и самые опытные капитаны получили Кубок Федерации парусного спорта России, переходящий Кубок Губернатора и Кубок Самары. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»